У нас нету москвы. Нет. Даже здесь, которые не покупают сеструю на полу. А можно менять? Да. У меня 2000 спинников, которые летают по разным орбитам и покрывают уже всю Землю. И продают такие терминалы в виде маленькой антенны, ну относительно маленькой или круглой, сейчас новая версия прямоугольной, которая обеспечивает двустороннюю связь с интернетом. Причем скорость достаточно быстрая. За счет того, что эти спутники работают на низкой орбите, там на 500-600 км, то радиосигнал доходит до них достаточно быстро. Нужна довольно маленькая мощность его. Но это возможно только если спутников очень много. Раньше были спутниковые группировки, но они сейчас есть, которые висят очень высоко. Им нужна дорогая мощная антенна и скорость там маленькая. А здесь, в Одессе, при том, что у нас там не полностью есть обзор неба, доходило до 200 мегабит в секунду. раздает это все министерство цифровой трансформации и тем, кому они считают, что это критически нужно. Вообще идея этой системы в том, чтобы всегда иметь доступ к быстрому интернету в труднодоступных местах. То есть в горах, в селах, на судах, на самолетах. И изначальный план Илона Маска был в том, чтобы таким образом захватить примерно 2-3% мирового рынка интернета. На самом деле это гигантская цифра. Он уже сейчас еще не благодаря этой системе стал самым богатым человеком в мире. А когда они запустят больше спутников, продадут больше терминалов, это огромные деньги он будет зарабатывать. Ну и его цель спонсировать таким образом полеты на Марс. Ну а мы получаем доступный все время интернет. Продолжение следует...